Приветикотик, это Юмилия. Смотрим Сындука. Я давно не делала на него реакции, потому что что-то как-то они перестали быть актуальными, к моему сожалению, на канале. Поэтому посмотрим, как вам зайдет эта реакшн. Если что, дайте знать лайкосами и комментариями, что хотите больше реакций на этого блогера, потому что Сындук, он очень классный, но статистика на Сындуке у меня почему-то на моих реакциях очень такая маленькая стала, и я не понимаю почему и с чем это связано. Короче, смотрим. Ну, что ты там смастерил? О май гаш. Это какая фантазия должна быть. А ты там леточку давали? Да. Компания Лего давно приучила всех своих поклонников к высочайшим стандартам качества. Красивые коробки, продуманные с точки зрения дизайна набора, да и само крепление деталей легкой, крепкой, никаких гаечных ключей и порезов о металлические края. Хотя и... Я вспомнила Лего Гарри Поттер с собой. Оно такое красивое. По нестареющей советской классике некоторые степло... У меня такой был конструктор, мы его в школе собирали. Там, короче, с первого по четвертый класс, вот и девочки, и мальчики, без разницы, собирали, крутили, вертили, всякое. Круто было. Казалось бы, у датских перфекционистов всё всегда должно быть идеально, но за свою многолетнюю историю Лего выпускало большое количество странных, неожиданных и даже откровенно уродливых наборов, которые с треском проваливались в продажах, либо из-за своей непривлекательности, либо из-за того, что опережали время чересчур смелыми и непривычными решениями. В этом ролике мы разберём по деталям несколько самых ярких подобных случаев за всю историю компании. Отчаянной попыткой переизобрести велосипед стала серия 2001 года «Джек Стоун». В чём суть? Я люблю «Джек Стоун». А почему? Она была нацельна на дошкольников, и в Лего всегда очень боялись, как бы детишки не позапихивали детали в рот и не задохнулись. Но если в линейке Дупла выход был найден в банальном увеличении размера кирпичиков, то здесь недальновидные умы решили отказаться от кирпичиков вообще. В наборы стали сразу класть куски и стенки. Готовые кабины для сборки машин и прочие массивные детали из пластика, производство которых обходилось в копеечку. Но такие-то детали в рот точно никто совать не будет. Фигурки героев тоже увеличили. Они стали ротом с двух обычных Лего-человечков, как будто наелись грибов из Супер Марио. Кстати, одно время фигурки этой серии продавали вместе с фирменными зубными щётками. Вот это прикольно. Продукт, который Лего официально разрешают брать в рот. Пользуясь случаем, зацените, какие охренительные щётки у них были ещё и по Бионикам. Со сменными масками-насадками. Ощущение, что рот стоматолог чистил. Но вернёмся на густонку. Кто это вообще такой? А это и полицейский, и пожарный, и вообще эдакий крутой экшоновый спасатель. О, привет, друзья! Насколько большое участие он принимал в спасении самой компании Лего доподлинно неизвестно, но протянул парень всего два с половиной года, после чего был навсегда забыт. Ну, или почти навсегда, но вряд ли дешёвый боевик 2015 года как-то связан с Лего. Я тоже сам по-моему, пошли. Стал убийцей, копом. Джека Стоуна с теплотой вспоминают дети ранних нулевых, но объективно наборы были совсем уж простенькие. Особенно, когда вместо привычных пластиковых деталей там вдруг вообще оказывалась бумага. То есть о том, что дети могут подавиться деталькой, они подумали, о том, что можно порезаться бумагой и случайно вскрыть себе вены, нет? Наборы слишком далеко от консепции конструктора в сторону полуготовых игрушек. Сразу и не разберёшь, что означает цифра 4+, то ли рекомендуемый возраст, то ли количество деталей. Лоску, например, собирать вообще не надо. В коробке уже лежит огромное серое судно. Можно, конечно, попробовать воспользоваться ножовкой и разделить его на более мелкие кусочки, и наверняка кто-то так заморачивался, но ножовка это не игрушка. И тем не менее, на старте датчане сильно верили в Джека Стоуна, мы даже выпустили про него мультфильм с 3D-графикой. И хотя вопросов к этому зрелищу много, это был первый полноценный трёхмерный лего-мульт. Можно сказать, дедушка всей последующей компьютерной анимации по мотивам конструктора. Так что спасибо Джеку Стоуну за это, наверное. И раз уж мы заговорили про компьютеры и анимацию, встречайте внезапный трейлер новой игры от Game Master. Встречайте симулятор встречания Нового года, ведь как его встретишь, так и пройдёшь. Выбирай любой год из списка, чтобы попытаться повлиять на его исход. Используй такие механики, как... Ненавижу, когда такое случается. Блин, это реклама, но она такая классная, но подводка в целом шикарная. Досадный провал ждал лего и в 2002 году, когда компания попыталась породить на свет полноценные экшн-фигурки и презентовала серию под названием Галидор. Опа-па-па-па-па. Откуда звание? Собасила. Этот раз, чтобы игрушки лучше продавались, лего проспонсировала съёмки не просто какого-то анимационного видосика, а полноценного сериала с живыми актёрами. Галидор, защитники внешнего измерения. Мне его лицо знакомо. Это приключение 15-летнего мальчика Ника Блютуса, который отправляется на корабле с элегантным названием Яйцо в параллельную вселенную, где он должен спасти её от коварного злодея Горма. В мире Галидора у Ника появляется суперспособность. Он может глинчить собственные конечности, превращать их в разные устройства, копируя навыки тех, кого встретит. Собственно, весь игровой потенциал линейки лего строился именно на этой особенности. Руки и ноги фигурок можно было заменять всякой всячиной и комбинировать с чудищами разной степени странности. Задумка, конечно, прикольная и иногда получалась забавно, но чаще всего дико, в духе поделок Сида из истории игрушек. Такой силы в этом измерения ещё не было. Ну да, опугающий немножко для детей впечатлительный. О-о-о. Красиво. Ещё игра! Даже как-то грустно. Жёстко прожарил. Это насколько у них жёсткий подход, что они ради конструктора лего делают целый, как бы, сериал. Это ж нихрена все уровень. Как и часто бывает, спустя годы обрёл множество фанатов, ностальгирующих по редкостям и необычностям, а также страдающих болезнями сосудов. Грустно как-то. В конце 90-х и начале нулевых, как известно, лего из-за ряда неудачных бизнес-решений чуть было не обанкротилось, и управленцы компании решили, что стандартные кирпичики и узнаваемый дизайн конструкторов просто всем надоел. Но вы не должны так поступать. Я основал эту компанию. Дизайнеры твёрдо верили, что им обязательно нужно придумать новый формат игрушек и отойти от привычной репрезентации людей в виде классических мини-фигурок-человечков. По итогу этого брейншторма в 97-м году на свет появилась серия «Лего Скала». И нет, Дуэн Джонсон тут не при делах, хотя наборы лего по рейтингу звучат как не самая худшая идея. Изначально ещё в конце 70-х под брендом «Скала» недолго выходила серия браслетов, собранных из кубиков конструктора, после чего про «Скалу» подзабыли. В конце 90-х сословечка сдули пыль и назвали так целую линейку кукол, кукольных домиков, предметов мебели и прочих аксессуаров. И если закрыть на коробке красный логотип, сходу будет сложно отличить эти наборы от Барби, Синди или кукол в виде участников группы «Нана». Про пошли не забудьте вы ничего не видели. Такого не видела, да. Линейка сильно урезала вариативность сборки по сравнению с обычными наборами. Простор для фантазии ограничивался мебелью, типа «Окей, можно сделать из двух кресел двойной диван». Увы, это не дотягивало даже до уровня реальной мебели из той же «Икеи», с которой порой реально весело бывает что-то комбинировать. Специально для «Скалу» в «Лего» слегка изменили стандартные крепления деталей, и некоторые из них сделали в форме цветочка. Ход конечно оригинальный, но жаль, совместимость хромает. За четыре года существования вышло порядочное количество кукольных наборов, но сыграть на поле «Мотел» у датчан не вышло. «Лего» куклы в реалистичном дизайне приказали долго жить, и компания вернулась к своей ранней и более стилизованной серии «Белвиль», которую в 2012-м плавно сменила похожая линейка «Фрэнс». Здесь акцент делали уже не на аксессуарах куклам, а непосредственно на конструкторе и сборке, умело выдерживая баланс. Каким-то «Лего» стало тут прям более ванильным, что ли. Вот вспомните этого «Стоуна», «Камня» этого, да? Другой проект с этим «Челом», которого можно было по-всякому крутить-вертеть. А тут куколки, кафе, посиделочки. Никакой вам тряпичной «Лего» одежды и жутковатых младенцев. Был у «Лего» и опыт заимствования чужих идей посерьезнее, и о нем как фанаты, так и сотрудники компании предпочитают не вспоминать. Но сперва нужно сделать небольшое отступление и перенестись в 1992 год. Именно тогда американец Джоэль Гликман, сидя за гостевым столом на чьей-то свадьбе, от скуки попытался собрать из пластиковых соломинок для питья незамысловатую конструкцию. В тот момент ему пришла в голову идея оригинального конструктора, базовыми строительными элементами которого станут не кубики, а длинные и легкие пластиковые детали, которые соединяются между собой специальными коннекторами и шестеренками. Игрушка «Кеннекс» довольно быстро обрела своих поклонников, и те принялись собирать из гнущихся палок какие-то совершенно невообразимые конструкции. Это вот такое можно было все сделать из них? От американских горок до действующих игровых автоматов. И, судя по всему, боссам Лего, ну, очень хотелось отжать у конкурента часть потенциальной прибыли. Поэтому уже в 98-м году датчане выпустили метворожденную серию «Знеп», сделанную поликалом «Коннекса». Увы, модная реклама совершенно не помогла продажам новинки. Уже спустя два года после запуска серию закрыли, а наборы распродавали чуть ли не за 10% от их изначально. Чем-то напоминает аниматроников из ФНАФ. Не знаю, может, у меня фантазия так дорисовывает в голове вот нечто подобное. Вот чем-то напоминает кому-то скидлит аниматроников. Машины, самолеты и прочие конструкции из Лего Знепа выглядели скорее как каркасы для чего-то более масштабного. Но точно не как законченные модели. И это еще в лучшем случае, ведь бывало и такое. Да и зачем все это в принципе было нужно, когда уже есть самобытный Лего Техник? Ответ на этот вопрос на самом деле был куда проще, но в нужное время до него никто не допер. Оказалось, Знеп отлично подходит в качестве дополнения к Лего Техник, чтобы строить из него мосты, например, ну или еще другие мосты. Ладно, это и правда полная хрень. Не всегда провальные с финансовой точки зрения серии можно назвать бесперспективными в плане задумок. Продажи бывают несправедливы. Хороший и знакомый многим пример серия Legends of Chima, которая появилась в 2013 году. Наборы по оригинальной вселенной Chima с участием разных клемен антропоморфных зверей очень мощно пиарили. В ход пошел и анимационный сериал, и видеоигры, и тематические зоны в Лего Ленде, и даже периодические журналы с постерами, комиксами и мини-фигурками в комплекте. Увы, законы рынка неисповедимы, и уже спустя два года после запуска датчане полностью закрыли линейку. О, она такая красивая. Очень уж колоритные там попадались персонажи. Племя Бобров, к примеру. И это не говоря о том, какими классными были сами наборы. Вдохновленная животным миром техника самого разного калибра разве может кого-то оставить равнодушным? Если этот тигр не вызывает внутри вас никаких прекрасных чувств, то, блин, хреново вам. Но именно с классическими конструкторами Чима пытались еще и возродить наследие наших любимых Биониклов. Господи, вся серия была слишком офигенна для этого несовершенного мира. Это было нечестно. Похожая судьба ждала и серию Nexo Knights, запущенную сразу после закрытия Чимы. Тут страдающая средневековья и черную магию скрестили с технологичным кибербудущим. Выкатили невероятные крутистные меха колесницы и целые крепости на гусеницах. И опять через два года всю эту красоту прикрыли. Смогут ли рыцари вернуть книгу и спасти королевство? Причем серия снова сопровождалась огромным количеством рекламы, собственным мультсериалом, видеоиграми с расширенной реальностью и прочими приколами. Но дети все же предпочитали новинкам, уже проверенной временем Ниндзяга. И тут вопросов нету. Ниндзяга и по сей день офигенные наборы. Но жалко, блин, когда подающие надежды темы просто берут и сворачивают. То же самое произошло и с Power Miners, и с Hidden Side, и еще с кучей других прикольных, но протянувших максимум два года серий, про которые вы можете поплакать в комментариях. Финансово, что ли, не продали себя? Определенно достается концлагерю из Лего с колючей проволокой, скелетами и, прости господи, крематориям. Зачем это было делать? Конструктор для детей. А это Лего. Зачем? Только сильно не удивляйтесь, и пусть наклейка на коробке не вводит вас в заблуждение. Это не совсем официальный набор. Это арт-объект польского художника Збигнева Либеры, представленный им в 1996 году. Автор создал семь наборов конструктора в фирменном стиле Лего, с логотипом компании в углу, который был размещен там вполне законно. Именно благодаря компании Лего, представившей для Варшавского центра современного искусства наборы конструктора. Только вот никто не предупреждал, что детали будут использованы для столь провокационной самоделки. Скелетов из наборов с пиратами превратили в узников, а полицейский участок стал лагерной охраной. Бренд Лего в одно мгновение потерял контроль над собственной продукцией. Автор деконструировал якобы детские и безопасные конструкторы. Ну, как бы, да. Это очень сильно влияет на репутацию и портит. Я понимаю, для чего, наверное, это было сделано, чтобы привлечь внимание к исторической ужасной вещи, которая произошла. Ну, это ужасно. Может быть, для этого, чтобы показать современным поколениям то, что там были жертвы, рассказать их истории как-то. Ну, чтобы люди всем этим заинтересовались и больше узнали. Ну, в целом, именно для бренда Лего это невыгодная ассоциация с таким ужасным событием. Арт-объект вызвал в свое время много шума. Художника обвиняли в антисемитизме и издевательстве над памятью жертвам национальной трагедии. Так или иначе, эта сильная работа была оценена по достоинству и в итоге попала даже в собрание еврейского музея в Нью-Йорке. В компании Лего, естественно, всячески открещивались от участия в этом и даже попытались судиться с Творцом, но в итоге под давлением общественности разошлись полюбовно. Подводя итоги видео, хочется поговорить о шикарных наборах, которые не просто провалились с точки зрения продаж, а и вовсе чуть не обанкротили компанию. Вот можете полюбоваться на один из таких чертов вертолет с моторчиком и всеми делами. Ну, не особо безопасно. Наверное, для детей. Вертолет плюс судно на воздушной подушке плюс тираннозавр на пульте управления. Тираннозавр прикольный. Что-то выглядит достойно, но в чем же подвох? А подвох в том, что в конце 90-х в организационной структуре игрового гиганта творился лютейший управленческий бардак, и никто не мог понять, откуда у компании огромные убытки. Новый генеральный директор решил провести аудит, во время которого вскрылось, что, помимо прочих проблем, Лего совершенно нерационально расходуют средства. Ярким примером денег на ветер стали эти самые наборы техник с использованием микромоторчиков и оптоволоконных кабелей в качестве деталей. Оказалось, что закупочная стоимость одних только этих финтифлюшек превосходит стоимость наборов при их продаже, а они на прилавках и так были бежных денег, из-за чего позволить их себе могли только наиболее зажиточные крестьяне, и товар хоть и собирал мечтательные взгляды детворы, но покрывался слоями пыли. Компанию пришлось срочно спасать от закрытия и кардинально пересматривать взгляды на бизнес, но это уже отдельная тема для разговора. Для нас же с вами, любителей нанизывать детали друг на друга, главное, что все закончилось хорошо, и мы по сей день можем радоваться как новым наборам конструкторов, так и истории старых, какими бы дикими или странными они ни были. Эх, вот посмотрела, еще раз вспомнила красивый наборчик. Лего по Гарри Поттеру, помню еще, когда Овер был популярный, первый получается, у них там тоже были уникальные наборы, как раз-таки можно было взять отдельно персонажей, или два персонажа были в комплекте, я вот помню, что думала долгое время купить Диву. А затем, в тот момент, когда я созрела, это произошло через несколько лет, я пришла в магазин, получается, в Уфе Лего, и мне говорят, что все, наборы Лего по Овервотчу полностью пропали, как видимо сам тренд на Овервотч, при том, что много кто его потом начал засирать, да и в принципе на территории России Овер как-то потерял свою популярность. Насчет Лего я в любом случае надеюсь, что когда-нибудь приобрету этот набор с Хогвартсом, но сейчас, во-первых, это нерационально, за счет суммы денег, которые он стоит, а во-вторых, но я считаю, что это надо уже иметь какое-то постоянное место жительства, какую-то вот квартиру, куда-то вот возьмешь, купишь этот набор, соберешь, было бы круто на стриме, и потом куда-нибудь поставишь, может быть, когда в Уфу вернусь, не знаю, посмотрим. В общем, такие вот мои мечты, я немножко рассказала о них и тебе, но с тобой была Юмилька, спасибо за просмотр и пока!